МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в Москве самые дорогие дороги? И почему их постоянно ремонтируют? Работать и, как говорится, получить деньги. Почему Москва задыхалась от дыма, а её мэр спасал своих пчёл? Пчёлы чувствуют дискомфорт. Как жена мэра стала самой богатой женщиной России? Союз пчеловодов – это серьёзная организация. А его заместитель – счастливым обладателем часов стоимостью более миллиона долларов. Нормально себя чувствует. Как распределяются самые лакомые куски нашей столицы? Я мёд не продаю. У меня много друзей, много знакомых. И как зарабатывают эти друзья? Рука тянется к такому нему, который сегодня полезен для тебя. Почему московские чиновники живут в таких домах, а пчёлы стали дороже людей? Что такое круговая порука? И о чём молчит столичная власть? В чём дело? Сегодня в нашей программе. Август 2010 года. Москва задыхалась от дыма. В ночь я фактически не спала, а вот сразу у меня болит голова. Каждый спасался как мог. У меня дядя мулером работает, вот дал. Но градоначальник эту тяжкую участь с москвичами не разделил. В это время у него был законный отпуск. Почему наш мэр не событийствует, не живёт вместе с нами в тяжёлую минуту? В тяжёлую минуту, когда нам паршиво. Он просто должен быть рядом. Он просто должен иметь единую судьбу со своим народом. От народа Юрий Михайлович был страшно далёк. Поговаривали, что свой отпуск он проводил в Австрии. Ну вот он привязан к этим местам, таким тирольским каким-то, вот таким задушевным местам. И, кстати говоря, воздух чист и прозрачен, где всё прекрасно, где коровы с колокольчиками и девки с сиськами. Что сделал Лужков, вернувшись из-за границы в московский смог, в первую очередь? Кому протянул руку помощь? Пчёлы чувствуют дискомфорт. Как он выделил 105 миллионов на инвалидов? И почему 256 миллионов на пчёл? Пчёла даёт мёд. В этом году в рейтинге самых богатых женщин в мире, по версии журнала «Форкс», жена мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова заняла почётное третье место. Состояние президента строительной компании «Интека» Елены Батуриной журнал оценил в 2,9 миллиарда долларов. По данным другого издания газеты «Ведомости», только в прошлом году доход Елены Батуриной составил ни много ни мало 30 миллиардов рублей. И это, несмотря на недавний кризис, который парализовал весь остальной строительный бизнес, квартиры перестали продаваться и застройщики увязли в долгах. Знаете, бывает, над каким-то зданием горит счастливая звезда. Вот приходит чиновник на Тверскую 13, обычный чиновник, а через какое-то время он миллиардер. Всё благодаря способностям. Приходит какая-нибудь женщина, выходит замуж за высокопоставленного чиновника Московской мэрии, бац, и тоже миллиардерша. И никакой коррупции, повторяю, всё это клевета, всё это от зависти просто. Вот не могут люди простить талантов команде Юрия Лужкова. А таланта там, безусловно, есть. Юрий Лужков неоднократно заявлял, что бизнес его супруги и её доходы не имеют к нему никакого отношения. Однако, по российским законам, всё имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Свои деньги Батурина заработала в Москве, будучи замужем за мэром Москвы. У неё есть бизнес в других городах и странах, но только в Москве он приносит столь умопомрачительный доход. Беда в том Юрия Михайловича, что даже если он абстрагируется от денег супруги, которых совсем-совсем окончательно невозможно много, даже если он абстрагируется от этого, тем не менее с каждой копейки собственной жены он получает полкопейки. По закону он имеет право на половину её денег. Поэтому даже если и когда он абсолютно мыслит государственнически, абсолютно мыслит в интересах города и защищает некий абстрактный, неродной ему строительный сектор, он всё-таки получает с этого деньги. В своё время Сергей Доренко показал стране уникальные кадры, которые можно было снять только с самолёта. Вот они. Дача Лужкова на Рублёвке. Посёлок от посторонних глаз скрывает лесной массив и несколько кордонов охраны. Вот въезд в имение мэра. Все эти дома – место, где размещена охрана мэра и территория. Всего 80 гектаров. Это не поляна, а пруд. Пруд этот летом напускают стерляги. И Лужков может ловить рыбу или кататься на водном велосипеде. На берегу пруда стоит огромный особняк. Это дом приёмов. Там сауна и всякие развлечения для гостей мэра. Недалеко от пруда находится и крытый манеж для лошадей. Погоды у нас в другой раз стоят скверные, а лошадей надо прогуливать ежедневно. Вот мэр и построил манеж для лошадей. Вот так выглядит это место в тёплое время года. Нами иногда руководят глупые люди, к сожалению. И первый признак глупости – это жадность. Журналист Михаил Бекетов уже год между жизнью и смертью. Мы подустали. Он первым начал бороться за Химкинский лес, через который должна была идти новая трасса Москва-Петербург. Писал то, что думал. В лицо чиновнику сказать, что ты вор. Он мог так вот подойти и сказать, что вы ворьё. Вы пришли сюда воровать. И вскоре стали происходить странные события. Сначала взорвали машину Бекетова. Всё к этому шло. Я знал, что после последнего номера должны быть какие-то санкции. А потом его избили до полусмерти. Возьмите! Врачи чудом вытащили его с того света. Теперь он инвалид. А про Химкинский лес знает уже весь мир. Казалось бы, при чём тут Лужков? А Лужков поддержал ту трассу, которая пошла по Химкинскому лесу. Потому что если бы она пошла мимо Химкинского леса, как было в первоначальном проекте, она бы разрезала земли Батурины на два. И была бы потеряна часть барахла семьи Лужкова. В посёлок Молженинова входит в состав Москвы. Руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц утверждает, на эту землю у столичных властей всегда были большие планы. Там в разное время были разные. Была постройка стадиона для гонок по Формуле-1, строительство гольф-клуба. Не так давно планы стали реальностью. Совсем скоро здесь должна начаться большая стройка. Компания Интека арендовала в Молженинова ни много ни мало – 225 гектаров. Там же должна была дорога проходить по земле Батурины, а не по Химкинскому лесу. Ну что такое земля Батурины и что такое Химкинский лес? Конечно, стали бы рубать Химкинский лес, вместо того, чтобы отрезать кусочек от земель госпожи Батурины. По данным экспертов, из трёх десятков объектов, которые Ирина Батурина построила или собирается построить в столице, лишь для четырёх участки были получены напрямую у московских властей. Это проект Молженинова и три участка под гостиницей в различных районах Москвы. Однако земельный участок становится по-настоящему дорогим после того, как его собственник получает право на его застройку. А право это предоставляет правительство Москвы, в том числе и мэр Лужков. Лужков, делая такие вещи, опирается на простое предположение, что Москва ему это не поставит в вину, и Москва это ему простит. Значит, это очень важно. Это не было бы прощено мэру Берлина, это не было бы прощено мэру Рима, не знаю, Лондона, Парижа. Никогда. Никогда. То есть в день, когда об этом узнала бы пресса, он ушёл бы в отставку. Кроме того, под некоторые проекты Елены Батуриной решениями мэра выделяются существенные льготы, освобождающие от обязательных для других застройщиков платежей в московский бюджет. Более того, к некоторым объектам бесплатно, за счёт города, подводятся новые дороги. В результате вот этот кусочек московской застройки по своему оснащению дорожной сетью будет едва ли чемпионом Москвы. Сотрудник НИИ транспорта и дорожного хозяйства Москвы Михаил Блинкин показывает будущую дорогу к новому элитному микрорайону. На 500 метров асфальта из городского бюджета выделяется почти 5 миллиардов рублей. Если смотреть на карту Москвы и оценить дорожное оснащение других углов нашего замечательного города, то получается вообще-то не очень логично и справедливо. Дорогу строит компания жены мэра. Она же возводит и часть микрорайона. Жильё здесь не для бедных. Дорога должна быть хорошая. Если не жалеть на неё денег из городского бюджета, для бюджета семейного будет большая экономия. А там, где вечные пробки, строить дороги бессмысленно. Да и некоторые...